Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести. Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей Абхазии и Южной Осетии с Днём признания Россией независимости республик. Историческое событие произошло ровно 16 лет назад. Путь к независимости был нелёгким, но братские нам народы с честью и достоинством прошли выпавшие на их долю испытания. Сегодня Абхазия и Южная Осетия не просто самостоятельные государства, но и динамично развивающиеся республики с Россией, в том числе и с Карачаево-Черкесией, связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, которые, безусловно, из года в год только крепнут, говорится в поздравлении Рашида Темрезова. В Ганачхирском ущелье ликвидировано открытое огорение. Об этом сообщают в МЧС по Карачаево-Черкесии. За два дня работы вертолёта было произведено 88 точечных сбросов воды на очаги. В настоящее время на месте продолжает работу наземная группировка сил и средств в количестве 90 человек и 20 единиц техники. В прокуратуре Карачаевского района организована проверка по факту возникновения лесного пожара в Ганачхирском ущелье. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике и предотвращении лесных пожаров, а также о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. По результатам проверки при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования. В ходе доследственной проверки, проводимой по данному факту, прокуратурой Карачаевского района поставлено на контроль. Родина их позвала, они откликнулись. Очередная группа добровольцев-контрактников из Карачаева-Черкесии отправилась к местам несения службы. Ахмат Халкечев продолжит. Сотрудники пункта отбора при военном комиссариате отмечают, что в свете последних событий число желающих присоединиться к своим на передовой в борьбе за правое дело резко выросло. Когда войск у нас как бы есть военно-морской флот и сухопутные войска, вот уже по выбору. По заставанию здоровья человек, если даже у него категория годности выстоит, это прописано, это не в нашей компетенции, это вообще производит военный комиссариат. У них там есть список, каким заболеванием можно, каким нельзя. Главное, чтобы не было хронических заболеваний тяжелых, и чтобы возраст совпадал до 64 лет включительно. После очередного повышения единовременных выплат, как региональных, так и федеральных, их общая сумма достигла 2 миллионов рублей. Новобранцы хоть и объясняют причину своего непростого решения разными словами, но главная мысль у них у всех одна. Ничто, кроме большой любви к родине и чувства патриотизма, не способно было их побудить взять в руки оружие. Когда они зашли на нашу территорию, в Курскую область, приняли такое решение, что нужно пойти их защищать. Многие друзья уезжают мои близкие тоже. Просто появилось желание под контракт и выехать, что вроде не помочь. Это в первую очередь. Для поступления на военную службу по контракту достаточно обратиться в военный комиссарет по месту жительства. Во всех военкоматах имеются прикомандированные инструктора по отбору, которые готовы оказать всю необходимую правовую и консультационную поддержку. Ахмат Фалкищик, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. От здания регионального управления Следственного комитета России отправился гуманитарный груз для жителей Курской области. Сотрудники ведомства на постоянной основе участвуют в общественной жизни нашей республики. На этот раз для людей, которые из-за вооруженного нападения в ВСУ сейчас находятся в пунктах временного пребывания, при участии Республиканского отделения Народного фронта были собраны предметы первой необходимости и медикаменты. Мы оказываем различную социальную помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малообеспеченным семьям, подшефным детским организациям. Кроме того, на постоянной основе во взаимодействии с отделением Народного фонда ВКЧР мы оказываем гуманитарную помощь тем лицам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и защищают границы нашего государства. Сегодня мы собрали в очередной раз гуманитарную помощь и направляем ее через Народный фронт мирным жителям, пострадавшим в Курской области. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер восточный 6-11, ночью порывы будут до 14, а днем до 18. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, днем 26-31 градусов тепла и местами до плюс 22. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков, в ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 15-17, а днем 29-31 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Сотрудники госавтоинспекции провели в Черкесске ежегодную акцию. Дети собираются идти в школу. Полицейские призывают родителей неоднократно напоминать своим детям о правилах безопасности поведения на дорогах. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Сотрудники дорожной инспекции в Черкесске проводят ежегодную акцию «Дети собираются идти в школу». Таким образом, сотрудники ГИБДД напоминают детям и родителям о важности соблюдения правил дорожного движения, об ответственном отношении к себе и к окружающим людям. Раздаваемые листовки содержат важную информацию о правилах перехода дороги, об использовании светоотражающих элементов одежды и об опасности игр на дорогах, которые помогут детям быть внимательными и предусмотрительными. По статистике, август является самым аварийным месяцем летнего периода, говорят полицейские. Дети и родители возвращаются с мест длительного отдыха, немного позабыв о правилах пешеходного перехода на дорогах, о важности их соблюдения. Сотрудники ГИБДД призывают родителей предостеречь детей от неприятностей на дорогах, помогая и показывая первоклассникам маршрут от дома до школы и обратно. Буквально через неделю начнется учебный год новый. Хочется провести такую... Посему мы проводим сегодня такую акцию, направленную на популяризацию использования светоотражающих элементов на одежде. Это у нас брелочки, это у нас стикеры, которые крепятся на одежду, на аксессуары, рюкзачки, портфели. То есть это элементы, которые будут делать деток в темное время суток более заметными. Правила существуют, чтобы их не нарушать. Профилактические беседы с будущими первоклассниками и их родителями. Раздача информационных буклетов и светоотражающих элементов на одежде привлекает внимание детей, тем самым проявляя у них интерес к выполнению и соблюдению безопасности на дорогах. Инспекторы ГИБДД отмечают, что нет ничего лучше практических уроков, поскольку именно они позволяют детям лучше усвоить дорожную азбуку и отработать навыки безопасного поведения на дороге и на улице. Как вы переходите дорогу на улицу? Если на велосипеде, то мы слазим с него, естественно. Ну а с пешком, естественно, смотрим по сторонам. Скажите, а были ли у вас случаи, когда вас останавливали сотрудники ГИБДД за нарушение правил? Нет. А у вас нет? Нет. То есть все соблюдаете правила дорожного движения. А вот то, что вам раздали сегодня, что это значит, знаете? Да, это означает, чтобы мы соблюдали правила и их, естественно, не нарушали. До начала учебного года осталось не так много времени. Вместе с повторениями школьной литературы Дорожная инспекция Черкеска призывает не только вспомнить о правилах перехода на дорогах, но и не забывать об этом ежечасно. Чтобы они в обязательном порядке на постоянной основе проговаривали, казалось бы, вот эти простые правила дорожного движения, которые нужны нашим детям, чтобы они повторяли с ним правила пересечения проезжей части, чтобы они сами в обязательном порядке, как полагается, пристегивали своих детей и на своем личном примере показывали, как это нужно делать, чтобы сами обязательно пристегивали. Третий месяц. Жители Карачаева-Черкесии пользуются общественным транспортом с выгодой для своего бюджета. О том, как экономить на проезде в автобусе или троллейбусе, в сюжете Артур Амхце. В Карачаево-Черкесии уже более двух месяцев действует скидка на проезд в общественном транспорте. Жители и гости республики могут экономить по 5 рублей с каждой поездки, расплачиваясь в транспорте картой МИР, загруженной в смартфон. Пассажиры, которые до сих пор оплачивают проезд по старинке, могут успеть воспользоваться предложением со скидкой, которая действует до конца сентября этого года. Для гражданина, прежде всего, это скидочный процесс. То есть у него идет скидка 5 рублей на проезд в общественном транспорте. То есть если две поездки происходят 10 рублей, это очень существенно. Тем более наступают у нас сейчас школьные процессы, когда дети в школу пойдут. Это будет для нашего населения очень выгодно. Условия участия в акции довольно простые. Необходимо загрузить данные карты МИР в телефон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть приложение МИРПэй, которое создано специально для держателей национальных карт. После добавления карты МИР в сервис, каждая поездка будет обходиться на 5 рублей дешевле. Мы стремимся сделать процесс оплаты и проезда в общественном транспорте не только быстрым и удобным, но и выгодным. Наше предложение, которое сейчас действует в Карачаево-Черкесии и продлится до конца сентября, позволяет экономить 5 рублей от стоимости каждой поездки, если вы ее оплачиваете картой МИР, загруженной в смартфон. На собственном опыте. Процесс регистрации занимает очень короткое время. Загрузив один раз данные национальной карты в сервис, можно беспроблемно пользоваться скидкой более чем сотни транспортных средств, курсирующих по республике. Чтобы оплатить проезд, достаточно поднести гаджет с включенной функцией бесконтактной оплаты NFC к терминалу на пару секунд. Сумма с учетом скидки спишется с пассажира автоматически. На некоторых маршрутах терминал может выдавать чек или билет на полную стоимость проезда. При этом с вас спишется стоимость с вычетом скидки. Это обусловлено базовыми настройками терминалов и, к сожалению, нельзя изменить. Это просто нужно знать и понимать. При этом размер скидки перевозчикам компенсирует платежная система МИР. Важно понимать, что перевозчики региона получают 100% оплаты проезда. При этом вы, как пассажиры, получаете скидку. Узнать, что скидка действительно была предоставлена, вы всегда можете в мобильном приложении вашего банка или, например, через пуш-уведомления или смс-уведомления, в зависимости от того, что предусмотрено в вашей карте. С правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте «Вам привет» и в мобильном приложении «Привет». Предложения от платежной системы МИР действуют до 30 сентября текущего года в автобусах и троллейбусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Дождь на исходе лета». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»